приветствую вас на своем канале меня зовут елена предлагаю вашему вниманию следующий отчет по совместному проекту животные четвертая неделя проекта но вышиваю я этот проект если вы помните мое прошлое видео вторую неделю и вышиваю я вот этого замечательного тигренка от золотого руно на черной конве называется белый тигренок что же я вышла за эту неделю я вышила отшила вот эту часть полукрестиков нижнюю то есть все нижние полукрестики я вышила и начала чуть-чуть вышивать лапку сейчас я покажу как был на каком моменте мы был мой процесс на прошлой неделе и что же я вышила за эту неделю за эту неделю я вышила вторую часть листочка вот этого получается 3 и где-то у меня вот это вот часть немножко было это вышита на той неделе и вот это вот все я вышила то что желтеньким цветом раскрашено на этой неделе вот листья к сожалению не умещается и это на прошлой неделе вся вот эта часть у нас отшита у меня вернее отшита основном внизу это все полукрестики и как же выглядит процесс и вот так выглядит моя работа на этой неделе утомили меня вот эти вот нижние полукрестики темный свет синий утомляет тоже очень сильно хотя я очень долго вышивала монохромом и одним черным цветом и вот в коричневых цветах но как-то синий меня например больше всего утомляет как-то вот скучновато шла эта работа и я никогда не думала что так можно соскучиться по крестикам и когда вы здесь начало вышивать крестики вот пошла вот уже вот здесь вот лапка это крестики уже идут я прям с таким удовольствием начала вышивать крестики вот эти вот все вот полукрестики до того не устала я от них честно говоря продвижение небольшое кажется что вроде много но здесь все-таки полукрестики времени было свободного очень очень мало у меня и к сожалению я на следующей неделе скорее всего не выложу видео отчет я извиняюсь заранее я вынуждена буду отложить этот проект так как ко мне сейчас пришел третий робин и я хочу его все-таки отшить уделить внимание этому робину на этой неделе плюс стартует проект зимнее настроение я тоже со всеми начну первого числа как положено очень жду на этого начала и поэтому немножечко этот проект у меня отложите ближе покажу вам свои первые крестики вот таким образом они выглядят принципе мне нравится не удивляйтесь что мне узелки здесь торчат кто не видел мое прошлое видео я говорила что я закрепляю на лицевой части узелочек две ниточки вышла на ниточки короткие поэтому я не сгибаю и пополам как обычно если это дименчестомбор а вот сделаю узелочек на камне закрепляю где-то либо верху либо сбоку и потом крестиками когда я зашиваю я его отрезаю и также на верхнюю часть я выложу остатки ниточек как оксана по моему по масса га показывала вот именно так я тоже делаю как-то мне так очень удобно нижнюю часть я вышивала парковкой а вот эту верхнюю но здесь по цветам потому что цвета здесь вот так вот вертикальными столбиками идут и вот так я и наверное буду вышивать внизу здесь много было намешано цветов и внизу я выживала парковка парковкой квадратами по цветам теперь посмотрите обратите внимание здесь у меня была такая яркая четкая вот разметка да и видим что она вот как-то постиралась не знаю почему может быть как-то то что я не скажу что я здесь рукой в общем-то и ерзала по конве задевала как-то или еще как-то но вот она стала не такая вот ярко не так ярко видна размечала я карандашом демси а вот здесь вот такие вот квадратики это я вам показала разметила я китайским стержнем кстати одна девушка написала что у нее этот стержень нести отстирался будьте с ним осторожны но здесь вот он сбоку я специально там и решила попробовать то есть когда буду стирать и сделаю вывод и стоит ли следующий проект размечать этим стержнем или нет так у меня проект этот процесс был поднять выше здесь я его опустила вниз прям до самого нижнего края чтобы лист у меня полностью получился получается вот границы этих нижних листочков и я буду отшивать конечно сейчас вот этот листочек весь получается 3 и потом на 4 суда перейду листочек как закончу потом только двинусь наверх но в целом мне очень нравится сюжет и когда вот пошли крестики прям я не дождусь когда появится светлые цвета чтобы была видна все-таки лапка и вот если посмотреть вот здесь да вот это вот вот эту вот часть я начала вышивать и вот здесь как бы уже видно вот что это вот лапка будет тигренка лежать только я вот не поняла что это вот за такая вот рябь у нас на картинке то ли это он около воды сидит то ли это какой-то траву как бы символизирует потому что бабочки вроде бы около воды не летают и вот здесь вот эти вот части извиняюсь свет не очень сегодня у нас очень пасмурно и я включила освещение все равно смотрю как-то темновато получается вот эта вот часть скорее всего это как тени от тигренка вот эти вот места отшиты полукресиком и вот здесь они еще будут повторяться такие же полукресики но вот это вот что-то я даже не представляю в целом ниточки ведут себя хорошо я прошлый раз говорила мнение мое не изменилось мне очень нравится и канва достаточно хорошая поэтому проект не это очень нравится но к сожалению как я сказала на недельку я его отложу надеюсь вы меня за это простите всем всего доброго спасибо за внимание ровных крестиков хорошего настроения несмотря на хмурую погоду например у нас именно такая хмурая сейчас дождливая осень пусть ваши процессы продвигается будет больше свободного времени пока пока